Уважаемый комитет, сегодня я хотел бы остановиться на нескольких наших основных болевых проблемах. Наиболее болевых проблем. Первое. О предварительном реформировании отмечаемой деятельности. К сожалению, большинство конфликтов, которые у нас происходят на местах, связаны именно с тем, что промышленные компании, георазведочные предприятия не ставят известность даже не за выпуском, а за население, а даже местные органы самоуправления. Я понимаю, что они получили лицензию, наверное, здесь и так далее, как-то все установлено в законном порядке, но, уважаемые интерпользователи и георазведчики, наверное, необходимо было все-таки, прежде чем начинать свои деятельности, ставить известность местных органов самоуправления. Они уже будут вызовлять все население о том, что намечается. На сегодняшний момент, к сожалению, практика такая, что смерт на местах у нас бывает такое негативное отношение, связанное с тем, что просто не ставят известность. И в этой связи у меня вопросы, опять-таки, наверное, будут предложения, о том, что мы, особенно местные органы власти, должны получить информацию о замечательной хозяйственной деятельности, наверное, из Минпологеологии, которая обладает всей информацией своевременно, чтобы было доведено. И еще один момент. Особенно важно, мы ставим такой вопрос, что до выдачи лицензии, до заключения лицензионного соглашения, вот чтобы мы могли каким-то образом в лицензионном соглашении прописать его по социальной ответственности данной компании в какой-то конкретной территории. Пока у нас, к сожалению, очень мало примеров такого предварительной работы. А ведь это является, вы сами знаете, что во всей мировой практике сейчас действует принцип свободного, предварительного, осознанного согласия. И, то есть, это должно быть предварительное согласие на вашу деятельность. Многие ссылаются на то, что проводятся общественные слушания. Но общественные слушания уже проводятся тогда, когда у вас уже на руках все уже есть. И лицензии, и уже проекты хозяйственной деятельности. Понятно, мы должны согласовывать все. Но о том, что вы намечаете, то дети с вами необходимы будут стараться. Следующий момент. По этнологической экспертизе. Уважаемые друзья, да, это, с одной стороны, достижение нашей республики. Но, с другой стороны, достижение нашей республики было для федералов. Давайте для внутреннего пользования сейчас подавайте. У нас фактически провал. Всего 11 экспертиз. А на сегодня у нас уже 8 лет, как действует этнологический экспертиз. Мы знаем, что в нашей территории осуществляется более 200 проектов промышленного слоя. Более 200. И только 11 экспертиз. Это цифры, которые показывают пока реальность нашей ситуации. Я просто обращаюсь к нашим промышленным компаниям. Все-таки отместитесь очень ответственно к этому вопросу. Население в отместительных местах ставит вопрос об этом. И здесь теперь обращаюсь к нашему. У нас уже есть практика проведения оценок воздействия на экологическую среду, проведение экологических экспертиз и так далее. Я обращаюсь, особенно к руководителям местного управления, к нашим активистам, отделению института, принимать активное участие в сборе информации. В том, чтобы та информация, которая собрана на местах, до основе которой будут формироваться какие-то рекомендации. Будут проводиться расчеты, ущербы и так далее, чтобы вы приняли в этом активное участие. И, скорее всего, было бы очень желательно даже о том, чтобы те выводы, рекомендации, эксперты, научные, еще которые пишут, чтобы они ставили вас известно, что же они собираются рекомендовать данной промышленной компанией. А к промышленным компаниям я обращаюсь. Вот вы провели оценку воздействия на экологическую среду, прежде чем ее предоставить на экологическую экспертизу Суда Министерства по развитию и Союзского гражданского общества. Давайте проводить общественные слушания данного проекта ОБС у вас прямо в тех местах, где данный ОБС был проведен. Для того, чтобы местное население своевременно получило информацию, аж позже будет рассматриваться. И вот делим обращение к Анатолию Дмитриевичу правилу как министру и полномоченному органу о проведении экологической экспертизы. Во время проведения экологической экспертизы на заседании экспертной комиссии по экологической экспертизе наше правительство необходимо просто наоборот составить вопрос о проведении ли общественные слушания данного проекта, данного ОБС, в результате согласно населения, просто с приглашением актива, с приглашением руководителей местных органов самоуправления на данную экологическую экспертизу, чтобы они там дали свою оценку. У нас, к сожалению, пока практика, абсолютная практика экологической экспертизы, которую мы проводим, чаще всего хорошо, если руководитель района присутствует. У нас было так, что пока только на двух экологических экспертизах присутствовал руководитель муниципального района. Говорить о муниципальном образовании или активе на коммунистическом месте пока не приходится. Но мы ставим вопрос, чтобы это было обязательно в порядке. А для того, чтобы они могли квалифицировать там выступить, надо, чтобы все за результаты, которые выносятся на экологическую экспертизу, они знали заранее. Следующий момент. По соглашению с республикой Сахай-Курья. И не только. Мы знаем о том, что мы им требуем, чтобы соглашения были не только с республикой Сахай-Курья, но и с муниципальными районами, и с муниципальными образованиями, с нашими наследиями. Вы действуете на территории. У нас уже есть несколько таких негативных отзывов с места. Они слышат, например, у нас вот такая-то организация прошла, я не буду называть название, они говорят, осуществляют какую-то очень крупную стройку в городе Якутске по соглашению с республикой Сахай-Курья. А у нас, как они говорят, здесь на месте большие очень проблемы. Например, ремонт детсада или еще какие-то очень большие там связанные со здравоохранениями и еще что ли. Ну давайте посмотрим с этой точки зрения. Я понимаю, да, соглашение с республикой, но обязательно соглашение с муниципальными районами и с муниципальными образованиями, чтобы конкретная адресная помощь на месте, что смогли. К сожалению, пока у нас опять-таки вот негативные нет превосприятия наших людей именно из-за того, что это не доходит до места. Следующее. Экологический и этнодемиологический мониторинг. Пока на сегодняшний момент это у нас одно из самых слабых зрений. У нас опять-таки вот 200 разных проектов осуществляется на наших территориях. В том числе такие большие, огромные, уже осуждены и продолжают функционировать, например, Восточный Сибирь, Тихий Океан, Сила Сибири, Компания Менчел, Алроса и так далее. Хорошо, если нас иногда в силу какого-то обстоятельства, в силу какого-то конфликтной ситуации, если вдруг местных жителей пригласили и свозили на какой-то участок. Это просто по пальцам можно пересчитать. И то они были только в силу подпрыгнуть ситуацию. Но давайте, вы помните, есть закон об общественном контроле. Это я с одной стороны к нашему активисту обращаюсь, с другой стороны обращаюсь к промышленным компаниям. Давайте каким-то образом приведем к тому, чтобы в ваших структурах обязательно было ответственное лицо, а лучше еще и управление, которое бы отвечало по взаимодействию с местным населением. Коренным, качественным народом из севера. Для того, чтобы там прямо в плановом порядке, в идеале, конечно, ежегодно, но давайте там может быть раз в два, может быть раз в три года, вы вывозили представителей этого актива на места, чтобы показывали, как идет работаться, насколько они соответствуют, насколько они соответствуют тем заявленным экологическим параметрам, которые были заложены в вашем проекте. Рассказать, что вы делаете. А то, я понимаю, многие компания очень хорошо, что здесь у нас якутская чипс, да, и действительно социальное ответственность очень многое, что там поврадает на местах. А жители там на местах не знают, может быть время от времени информировать местное население, что сделано, ответ. Нам надо разрушать вот эти вот стены, которые есть, и в большей степени эти стены искусственные, из-за того, что нет информации. И другой вопрос, я говорю о экологическом мониторинге. Давайте привлекать. У нас в принципе на местах люди есть и так далее, есть врачи, есть и так далее, специалисты, которых можно было бы провести, может быть, какой-то краткосрочный курс, и которые могли бы участвовать в этом экологическом мониторинге. У вас же есть целые экологические службы. А на какой-то такой, на разовой, там, и так далее, договорной основе привлекайте местное население, тогда бы местное население, по-моему, само бы уже знало, что у вас происходит. Но у нас, вы сами знаете, шлагбаум нельзя, еще какие-то территории запретные, и так далее, не пускают, и это опять называет недовольство и, соответственно, вопросы. Давайте как-то выходить с собой в конкретные, чтобы не было таких конкретных ситуаций. Следующее. У нас есть тоже, у нас очень бесположенный опыт действия многих промышленных компаний, заключать соглашения и так далее. Вот здесь обращаюсь, теперь уже к муниципалам, обращаюсь к нашим активам. Вот те средства, которые к вам поступают, в том числе и от спиртилов, которые вот по возмещению ущерба и так далее. Давайте мы подумаем о том, чтобы они использовались наиболее эффективно, ведь это компенсация ущерба традиционному образу жизни, компенсация негативному влиянию в нашем традиционном отраслях. Вот, к примеру, вот ТАСС Урях. Это и первое, и единственное муниципальное образование, которое является не традиционным для сегодняшнего момента. У него партицитный бюджет. Но при этом, просто сообщаю вам вам, количество охотников за те же самые пять лет в последних сократилось почти в два раза. Многие скажут, ну пускай не сокращается, ну извините, пожалуйста, если пять лет назад у них охот-промысел был критальный, то сегодня, например, они добывают только семца болей, а расходов гораздо больше. Естественно, они сворачивают, не выезжают. А вы сами прекрасно понимаете, что это результат того, что там почти вся территория ТАСС-Наследия, это страшные дороги, это сплошь, там, скважины и так далее. Я понимаю, это вся инфраструктура. Ну, соответственно, значит, и СОБР не будет. Это же косвенное, это стрессовое воздействие на окружающую среду. А мы в итоге получим, что еще пройдет пять лет, там останется десяток трехохотников, а еще через двадцать пять лет вообще ни одного охотника не будет. И что мы полностью убьем традиционную отрасль, а что потом, через тридцать лет, когда, например, те же самые инфлятики газоризуют. Чем вы занимаетесь? Это я говорю с точки зрения технологической экспертизы, и говорю о косвенном таком ущербе, чисто психологическом. Ваш работник получает, например, сто тысяч, рядом работник традиционной отрасли получающий десять-пятнадцать тысяч. Разница бывает в десять и более раз. И я здесь говорю о том, что это косвенное воздействие. И так на сегодняшний момент авторитет наших работников, наших оленеводов, охотников, рыбаков очень низкий. Мы должны подумать, я не говорю о том, что мы должны им платить, да, нет? Но надо продумать, какие меры надо сделать так, чтобы, наверное, в том числе и психологически, тогда и моменты, чтобы каким-то образом авторитет, особенно наши работники по традиционным отраслям, поднимать. То есть приход промышленников не должен ударить по традиционным отраслям. Это должны быть партнерские отношения. Сегодня нет готового решения, я не знаю, но может быть у вас есть или еще где-то. Может быть здесь изучать опыт других регионов, или может быть в республике у нас где-то. Но мы должны искать этот выход, чтобы каким-то образом нивелировать эти негативные вопросы. Дальше. Обращаясь к Министерству промышленности и геологии, выполнять, наверное, какие-то контрольные свои функции. У нас есть некоторые регионы, районы. Например, возьмем ту же самую Енгру. Там действуют, по-моему, больше десятка старательских предприятий. И ни один из них не идет навстречу Енглинскому нашему наследству.